В спорах часто побеждают дерзость и красноречие, а не истина. Увы. Привет, я Даша. И сегодня я снимаю видео о своих личных дневниках, но не в плане, что буду показывать личные дневники, а именно в плане консультации этого товара. Я вчера пролезла за старой записной книжкой своей, телефонной, увидела много чудесных тетрадок, и пришло мне в голову показать их вам. Но всё-таки я немножечко расскажу о личных дневниках. Начала я их вести ещё в средние классы школы. Причём долго мне не удавалось этого сделать, потому что я, как человек читающий, постоянно норовилась что-то придумать. Я начинала, бросала. Ну, из-за того, что я начинала что-то писать, уже не то, что происходит в моей жизни, вовсе даже наоборот. И после ряда бесплодных попыток меня всё-таки приучила я себя писать правду, а не что попало. Далее. И я хотела показать свой первый дневник сама, но, к сожалению, я не нашла коробку, потому что ей уже очень-очень много лет. И она где-то в чулане, чем-то завалена. Я, к сожалению, не трудилась вчера заранее найти её. Сейчас уже как-то там чулан, там много чего в чулане, и всё это разгребать. Это на выходных надо делать, когда много очень времени свободного. У меня есть в плане дневников две традиции, которые сложились одна случайно, другая нарочно. Из наручной традиции то, что непременно, вот как Новый год, 1 января я завожу новую тетрадь для дневника. И было только одно исключение из правил, и я этот дневник покажу. И раньше мне хватало тетрадь, даже самый большой, только на полгода. Это вот до июля, до августа. А потом приходилось заводить, ну, да, заканчивалось. А теперь, последние годы 3-4, когда у меня появились твиттеры, дайк, ну, блог и прочее, прочее, всё стало стекать туда информация, и стала я ведь писать в дневниках гораздо-граздо меньше, ну, в основном какие-то биографические данные, или, ну, эмоции прям такие сильные, что их... Я не люблю очень сильно, когда выносят ссоры за збы. Я даже всегда отписываюсь от канала, где я вечно жалуюсь, на тролли. Ну, это, получается, видео-тролли. Человек уподобляется, поэтому я вот так вот... Может быть, я много теряю, при этом я отписываюсь от таких каналов всегда. Поэтому я стараюсь публично ни на что не жаловаться, но куда-то всё-таки хочется поныть, и вот дневник меня выслушает. Хотя я стараюсь делать так, чтобы дневник не был всего лишь накоплением моих негативных эмоций. Стараюсь поменьше всё-таки об этом писать. Другими способами себя это истригать. А нечаянная традиция я раньше, теперь это уже не так. В основном. У меня всегда разные способы оформления дат. То есть то, как я пишу дату, то я её в углу пишу, то в центре, то на полях, то вертикально вообще на всю страницу. Это, знаете, как иероглифы японские. И ещё одна традиция, от которой я впоследствии избавилась, но очень долгое время я не любила писать... Ладно, ветрадки показывать и покажу. Я очень не любила писать на левой части дневника, на этой странице, потому что она просвечивала буквы. И это было как-то вот... Мне не хотелось на ней писать. Я писала направо всегда, потому что она вот такая прям беленькая, ничего не просвечивала. А налево я выписывала какие-то стихи, тексты песен, афоризм, рисунки и так далее. Теперь я так не делаю. Теперь я прям посреди текста, ярким каким-то шрифтом, вот красным, например, чтобы глаза потом бросали, бросалась, как я буду искать ну вот, эта информация. И традиция, которая сложилась совсем недавно... О, кстати, Настя, если ты смотришь, узнаёшь... Недавно у меня сложилась традиция, я как заканчивается год... Помню, да, что я с Новым годом новая детрадка. Как заканчивается год, я прочитываю всё, что я написала за год и вот прям составляю итоги, выводы из того, что прочитала. Очень полезно, советую, кто ведёт. Ну, понесу вас, в конце концов. Все тетрадки у меня пронумерованы. Та, которая у меня в данный момент... Это уже 34-я тетрадь. Вылет она такая, раненькая здесь, смус-мумрик или как там его... Такая записанная книжка, совсем небольшая. Вот, ну, сколько здесь... Очень особо много страниц. Тут внизу есть всякие цитаты Тульянса. Она же, по-моему, написала на метроле, да? Я не ошиблась. Вот. И, как видите, ну, чтобы было наглядно, как мало стало писать, уже августа я списала только вот... Вот столько. Половину только списала, по сути. Вводим. Далее. Ну, и, конечно, не все 34 тетради будут показывать. Более, как я уже сказала, коробка с первыми дневниками где-то там на отшиве. А только такие, красивые лучи. Был у меня вот еще вот такой симпатичный записнушник. Я его покупала в красном кубе. Вот. Он на такой магнитной подложке, что мне безумно импонировало. Единственное, что было немножко неудобно, то, что дневникой выпало что-то. Дневник линейный. Это не в клеточку. Мне удобнее в клеточку. Что-то тут вклеено, мне интересно стало. Дашки-какашки. А, это поздравление от моей коллеги. С днем рождения тебя, сучка. Это у нас такое ласковое. Значит, тебе в ящик положила конвертик. Конвертик не подарок, не радуйся. Должок мой. Все накоплюсь и с тобой в расчете. Ну и если увидишь у себя на столе пакетик такой черненький будет стоять, не пугайся, не поднимай панику, не прячься под стол, не вызывай полицию. Это не бомба. Подарчик от меня. Билеты здесь на вагон. А, это мы ездили в Козульку. Козульку. Капец. С ума сойти. Ну, это. Было, кстати, видео моей поездки в Козульку. Там мама экскурсоводом таки наступала. Классная поездка была. Вот. Вот поместилось. Коробка. Она вторая из трех. Вот такая. Она из-под обувисти какой-то. Тут всякие карты игральные с изображениями Натальи Аррера. Натальи Аррера. Натальи Аррера. Натальи Аррера. Я в детстве, в юношестве мне безумно нравилась Аррера. Я до сих пор помню ее песни наизусть. Сэллэр Мун тут вот есть. Сэллэр Мун мне тоже нравилась. С обратной стороны. Вообще, если хотите, я сделаю подобные фотографии всех этих наклеюшечек и выложу где-нибудь, я не знаю, ВКонтакте, например. Вот с одной стороны. Ну и с другой стороны уже не буду показывать. Там то же самое. В принципе. Из той же оперы все. Так, понеслось. С ума сойти. Это, короче, я всегда всю жизнь свою пишу. Я... Мне нужно непременно или там ручкой по бумаге водить или печатать что-то. Отзыв твиттеру, блог, не важно. Суть не имеет значения. Я, когда приходила на экзамен в школе, я просто садилась и тупо начинала писать. Все подряд там. Вон, Ирка дура идет по коридору. Учительница в кабинет зашла, у нее страшно. Вот эта тетрадка и здесь же ответы на билеты. О! А вот это дневники, когда мы ездили в Сочи, когда я была еще школьницей, она залита чернилами красными. Тут половину страниц поводерния было, потому что все было залито красными чернилами. У меня ручка потекла в самолете. Ну, это неинтересно. Вот. Одна из таких моих обожаюшек. Такая тетрадка с розочкой. Она на такой резинке. Я обожаю такие тетрадки. И линейно, но она гораздо удобнее пролинована, чем в красной, в розовой записанной книжке, которую я показывала, которая из красного куба. И тут, кстати, я показываю, развивают, обращайте внимание, мне каждый раз разное оформление даты. Вот здесь, например, загинул квадратик в углу и вот, и написано. Это за 2004 год. Вот. Ну, еще такая двухсторонняя тетрадка, то есть 3D. Тут такая собачка, хвостика машет, если вот так вот делаем. И с другой стороны тоже собачка. она уже бежит, а не хвостика машет. Надеюсь, чуть-чуть, что видно, а то тут как дура сижу, где тетрадка, и вошу перед экраном. А это не эта часть. О! Вот о чем я говорила. Вот видите, значит, что правая сторона тут рисунок какой-то с серничками непонятный, а на правой стороне уже текст. Идет. На некоторых тупо пусто. Видите, что пустая страничка и записи мои. Тут я, кстати, тоже в углу писала число, но уже без рамочки. Это у нас тоже 2004. Видишь, у меня под эти трапки год уходило. Вот это тоже любимка. Тут первая страничка уже, так сказать, она на спирали, и первая страница вырвана. я надеюсь, она не потеряется никуда. Вот тут уже ката в центре и в кружочке. Это 2006 год. В общем, конечно. Ах, какая я просто смешная, глядите. Ой, где она? Вот. Вот. Потеха. Вот мой самый любимый дневник. вот такой. Это был мой первый дневник, оформленный не как ветрадотка, а вроде как книжка. И это был мой первый год в институте. Я помню, потому что вот эту наклейку я купила в канцелярском отделе, который был в институте. Это было как раз на первом курсе. Сейчас проверим. Да, это 2000 год. В 2000 году я закончила школу, поступила в институт. Ах, с ума сойти. О, последний вторник второго тысячелетия и этого столетия, то есть 26 декабря 2000 года. И вот так вся неделя расписана. Среда, четверг, то есть я могла вообще ничего не писать, но я вот так вот проэтовала. У моего папы была когда-то манера определенного рисунка. Я нашла его в тетраде и стала подражать. Рисовала, закрашивая ручкой квадратики в тетрадках. Вот. Я люблю. Представляете, какая-то кропотливая работа. У меня в полу у меня было Египет. Представляет, на знак. И еще пирамида. А, ну и все. Еще у меня был такой прикол в институте. Потому что 31 декабря, слава Богу, никто не учился. Только сессия всем Алину портила. Но она, конечно, уже с ненаря была. Вот. Я давала свой дневник. Это, кстати, пожелание от моего парня на тот момент. Ой. Ну ладно. Я, допустим, приносила в институт личный дневник, подавала на чистом, на чистых листах делаемую. И просила написать мне пожелание к Новому году, чтобы полночь пробьет, чтобы я открыла, почитала пожелание. Вот так вот. В общем, была вот такая огромная тетрадка, но я ее очень быстро забросила. Я вообще не люблю массивные открытки, массивные тетрадки. как-то я вот предпочитаю, что это более компактное и симпатичное и обаятельное. То есть было готовое место для даты, которое можно было свободно вписать. Я всегда любила свои дневники таскать с собой. Это не потаскаешь. Сейчас-то, конечно, я их с собой не ношу последний год только где-то. Действительно недавно перестала носить. Вот на эту тетрадку я мутнулась вчера, когда искала упомянутую телефонную книжку. Вот есть описание 1 сентября на когда я была в 10 классе. В 10 класс пришла, зачитаю. То есть это 99-й год. Волнения пока что не чувствую. Наверное, из-за того, каким способом я вставала. Сейчас распишу. Заграла песню Аллегра Франца Шуберта. С ним зазвонил мой будильник, затем почувствовала в голове сообщение самой себе. Мол, сегодня 1 сентября. Я всегда сообщаю себе по утру плохие новости, если есть. Действительно боятся за мной. Потом встала, почистила зубы, вымылась. И уже потом включила инисейское радио. И мне по ее везлу включила будительную песню. Сейчас она мне играет довольно громко. Забыла упомянуть, что пишу еще до наступления этого якобы праздника. Еще нет и половины девятого. Привет, я уже пришла. Аллочка, это клепуха моя классная, Алла Федоровна. Аллочка, как всегда, пришла поздно, вообще безответственного слова была. Причем на 18 минут. Поскольку последников не было, я стерла пятки до крови. Да, это была буквально моя традиция каждую первую сентября стирать ноги в кровь. В этом году было очень весело на первую сентября. Там выступал один старшеклассник в одежде. И так далее уже идет такое детальное описание. Я уже по-другому веду дневник. Эта часть уже задействуется, но только на половину. На другой половине что-то другое. приходим в второй коробке. Ее будет сложнее показать. Она очень большая. Так, и очень пыльная. Надо было ее протереть. Дофиг с ней. Все в наклейках самых разных. Вот даже закладочка здесь присобачена. на обратной стороне. Можно я не буду показывать? Черт. Ладно, попытаюсь. Лишь бы на меня дневники все не вылились. Вот. Не пугайтесь, деньги не настоящие. Не шуточные. Все это клеен скотчем. мы так как бы мне жесть. Если гломится когда-нибудь ворони на бок и что-то их может быть запросто убить этими дневниками. Ой. А тебе женщина где-то свой мужчина. Эй, ты куда? Не падай. И белая юбка теперь все грязные. Никогда не снимайте подобное видео в белой одежде. надевайте я не знаю что-нибудь другое. Вот такая у меня еще есть телефонная книжка старая. Иероглифы все. Ну она там. Так. Что тут можно показать? Вот фотка здесь является. Это где-то 2004-2005 год. Вот она я набучилась с короткой стрижкой. Вот. это я так тусила с одной компашкой. Вот тут мы. Кстати, не в полном сборе. Вот такая тетрадка. Вроде бы ничего примечательного. Смотрим, как я и говорила. Правая слоняца списана налево, что попало. И это что попало, смотрите, пятна и подписано «Кровь с моей левой руки. 3 марта 99-го». дура. О, моя самая любимая тетрадка. О, мой первый дневник, он здесь, я его нашла. Ладно, покажу. Самая моя нелюбимая тетрадка, вот такая, что попала. Здесь был какой-то буксер дурацкий, или что, я не знаю, ну, что-то такое, боевое, вообще. я пыталась заклеить честными клейками от Лены ребятам. Это первый тетрадк, который я... Ух ты, ёшкин, не ёшкин. Что это вообще? Тут написано «Люди в воскресенье всемирный женский праздник». Дождите, это же мой самый нелюбимый праздник. Собака где? Хочу собаку, и если не подали собаку, то больше ничего покупать мне не нужно. Господи, какого года этот дневник? 98-го, наверное, я уже взрослая, какой-то я-то класс получается. Вот, так я писала дату, в одну строчку всё вписывается. Это был единственный дневник, который я не дотерпела и просто бросила на середине, и я конца года не стала ждать. это календарь, я сохранила, уже не помню, где его покупала, в Египте, наверное. Ликвидной только календарь на 2009-й год. Точно, я же в декабре 2008-го ездила, в ноябре. Ездила на билет, вернулась в первое число декабря. тут прям такие все изумительные был календарь, прям жалко, что закончился. Неудивительно, что я его сохранила. Вот, потом такой вот с Египтом тоже пирамида, сфинкс. Вот, он самый первый дневник даже в обложке. Тут на обложке наклейка из Флинстоуна. Такой, знаете, обложка похожа на эту корочку от сыра. Я даже помню, как он ко мне попал. Я его купила у своей соседки по совместительству одноклассницы Аля, она сейчас в Канаде живет. Вот, я на 9-м, она на 2-м этаже жили, она не принесла. Год крыльтницы, это 96-й год, вот. Это я была в каком классе? Мне 13 лет было. Начала я его в понедельник, ух ты, прям как положено, 29-го апреля, год крысы. Ой, я интересно писала по пунктам, а нет, не везде, только первые 2 дня. Позорище, я слово сделала с буквы Зе написала, вообще, громадейка. Громадейка. О, пыталась Кремль нарисовать, вот, карандашом. Видно что-нибудь вообще? С ума сойти, какую дрянь сейчас в руках держу. Это я, видимо, тайное письмо пыталась это создать и потом проявить, пристаралась. Короче, тайное письмо это когда вместо чернил используется сок лимона, а проявить его можно подержать на расстоянии от листа сжигалку. Тут я, видимо, слишком близко принесла. ой, гений вообще. Я помню киндер-сюпризы, я их обожала. Я и сейчас обожаю. Я вообще сладкая, я к сладкому равнодушна. Ну, киндер-сюпризу я ну, и киндер-лыл, и просто киндер-сюпризу я прям очень хорошо с теплом. Конец. Надо же. А это я выписала из, я помню его, из стихотворения, из книжки с детского детектива. О, как тебя люблю, я дядя дорогой, и пусть ты пучеглаз, как лягушонок, пусть утром иногда заслышав голос твой, то крикосла подумаешь спасон. Пусть телом ты похож на бегемота, да и походку совсем ему подставим. Зато твой нрав стал лишь ой, не разборчивая. Твой нрав что-то там тих и кроток, что ты только детям способен страх внушать. Такой у меня первый дневник был. Дальше такой скорошка, я помню, это дневник, я сюда что-то, очень много постоянно всего вклеивала. О, вот еще. О, вчера был мой самый мокрый ванг упал, это 99-й год, тут даже засушенная непонятно что лежит. Вот тоже, видимо, на печатной машинке печатала. Шрифт такой характерный. А, рисунок руки. А я думаю, плохо рисую, но, в принципе, так сносно. О, затмение соусом, ой, какая няшка, глядите, еще на обратной стороне. Ну, это открытка за Буссом Белла, я привозила, не запустим, привозила, сама эта открытка была в Фургане куплена. Ой, вот это тоже вообще древняя тетрадка. Ой, я, я, и подписано, я. Это 97-й год, о, получается, это мой второй дневник. Да я прям философ. М-м-м. Я себя унивляю. А, тоже я. Это я на Новый год. Ну, это не того времени фотографии, как вот этот дневник, старые какие-то. очень много клей на БНЛО, просто я тогда увидела такой огонек над уровнем земли на горе и подумала, что это НЛО, а потом оказалось, что это вышка на горе, которая сигналы принимает дыр вообще. О, вот такой красопейный дневник. Леди. А-а. Я тут попыталась есть содержание, помню. Вот оно. Но вместо страниц, я же не указывалась, нет, я не указывалась в месту указания страниц, я указывала тату. И тема 1 января проведения Нового года, третья работа, приставание ко мне, 4 января, мысли о дневнике, цитрата из Галли Поттера, там, ну, если наугад, 20 марта, предчувствие переставания, вот, и вот так вот пошло, поехало. Да. Вот, вот я вертикально дату указываю. А-а. Да. Статья моей любимой журналистки на тот момент Радуловой. Билеты РЖД в Новосибирске тогда ездила, вспомнила, на свадьбу к подруге свидетельнице было на свадьбу. Ой, я все постыдила по очереди разными цветами, видите, черный, желтый, розовый, красный. Так, какой дневник. потом вот такой показываю, потому что из-за того, что я пыталась акриловая краска нависать, какой-то, наверное, славянский это знал, да? Фотка моя с паспорта, пугаетесь. Древо. Какой-то год, я где-то в 2008 начала изучать родословные именно в такой степени, что по архивам, по ЗАГСам, где же число какое-нибудь уже, блин. Ха, глядите, что я тут. Это мама с Тепой. Это я. Понимаете? Тут и дело наоборот. Я писала текст красной пасты везде, а название даты и то, что надо было выделить, там афоризмы все такое, синий. Видите? Вот афоризмы. Наоборот, вот афоризмы, стихи, вернее. А вот красный, просто описание, просто мои записи. Вот эта синяя строчка, это число. А, забыла сказать, какой-то год. Это 2010, совсем недавно. Вот такая позорная записная книжечка записки стервы. вообще, блядь, я один. Ну вот, тоже пишу мои обычные записи красной пастой, а то, что выделить, синий. И тут советы всякие разные даются. Как быть, если орбит или стиммеру нам-то приклеилось к блузке или штанам? Засуньте вещь, морозильник и так далее. Так, это у нас 2009 год. выпадают вкладыши. Вот такая вот черепаха-тетрадка. тут 28-я часть это и это год 2008. Это я в гостях у Юлики, у которой я была соединительная свадьба, вижу в руках ее дочку. И это тоже Юлизу, как и мама ее. Вот. Юля тогда сказала, что из меня замечательная мама получится. Ну, не знаю, не знаю, получится ли вообще в принципе было бы неплохо. Потом. Вот я все хочу открыть, вот эту хрень. Кто знает, как ее открыть? Ключик потерялся. Я всегда пыталась что-то создать какие-то свои афорины и сюда вписывала. Как тебе открыть? Нашла вот такую записную книжку. Я ее вообще не помню. Сейчас пролистала. Мы защищали диплом в Москве. Мы ездили в Москву. Группа ИСЕЙ. Я ее дала, чтобы каждый себе что-то написал. Значит, мой парень написал. Я такой-то, такой-то. Такого-то года рождения. 20-го числа 3-го месяца Рождества Христова. Ну, это дату рождения называют. Люблю то и заниматься этим со всеми. Убила бы. Здорово уме и в нетрезвом состоянии. Но оно и видно. Потом одногруппник. Еду в поезде. Постоянно пьяный. Играю в карты. Я вообще ее все люблю. Это одногруппница моя. Училась с тобой в одной шараге. Сейчас еду с тобой в поезде на Москву. Главное, на Москву. А кстати, ты помнишь, как телефон Светлана от бабушку что-то там, непонятно. Мы туда рыбу ели, а ты нет. Шикарно воспоминание. Все ели рыбу, а я нет. Еще одна группница. А помнишь, мы с тобой учились в СГА? Я хочу сказать не о себе, а о нас. Мы самые лучшие, классные, некоторые немного пьяные. Это она, пацаны. Другая девушка пишет. Помнишь, мы вместе ехали в третьем вагоне. А, так, мы в третьем ехали. Еще и во втором. СГА группа ОП 0901. А, Юля, по которой я говорила. Я хочу защититься на отлично и стать президентом нашей страны, но не сольва. Я не помню, я не помню, как она защитила, то есть я защитилась на отлично. А помнишь, как мы отдыхали на природе? Напоминай. Вот бы еще раз так отдохнуть. Не, не стоит. А, ну и все. Островы, видимо, были настолько пьяные, что-то не смогли держать ручку. Я шокирована. Походу, это все. Наконец-то. Я пошла стирать юбку. Желаю, чтобы вы не падали. Чтобы вам попадались нормальные водители в автобусах. А то я сегодня упала. Шумахер. Эй, шумахеры недоделанные. Привет тебе, водитель. Здоровья тебе и долгой жизни. Все, пока.